Хвалите Бога Во святых Его Хвалите Его Во утверждение силы Его Хвалите Его По могуществу Его Хвалите Его По множеству величия Его Хвалите Его Во гласе трубном Хвалите Его На псалтыре и гуслях Хвалите Его Стимпаном и ликами Хвалите Его На струнах и органе Всякое дыхание Да хвалит Господа 150-й псалом Давида Тебя Бога хвален Тебя Господа исповедуем Тебя Отца Вечного Вся земля величает Тебя все ангелы Тебя небеса и все силы Тебя Херувимы и Серафимы Непрестанно воспевают Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф Песня Амвросия Медиаланского Орган был не просто любимым инструментом Антона Брукнера Половина дат в его биографии Это назначение на пост органиста Монастырского, городского, притворного Как профессор Венской консерватории Он преподавал орган Как импровизатор Он вообще не имел себе равных в Европе Но важнее всего Для него было то Что это инструмент духовный Оставляющий место для вдохновения Лучшие его вещи Написаны для хора, солистов Оркестра и органа Адлибитум На усмотрение органиста И вот эту небесную музыку Вена не желала слушать Потому что ее трясло от Вагнера А Брукнер был едва ли не самым преданным Вагнарианцем Мало того Вагнер сказал Я знаю только одного Кто близок к Бетховену И назвал Брукнера После этого Брукнера затравили Его называли мужиком Деревенским дурнем Его симфонии решительно отказывались исполнять А если соглашались То в последний момент выкидывали их из программы Если он все же добивался исполнения Оплачивая из своего кармана оркестр И сам же вставая за дирижерский пульт То критики смеялись над ним прямо на концертах Или покидали зал Увлекая за собой остальную публику Четвертая, пятая симфонии Лежали мертвым грузом Он работал в стол Заболел На нервной почве У него даже на какое-то время отнялись ноги Потом не выдержал Едва смог встать Сбежал в горы Но все равно Все время героически продолжал сочинять Объяли меня болезни смертные Муки адские постигли меня Я встретил тесноту и скорбь Тогда призвал я имя Господне Господи, избавь душу мою Милости в Господе праведен И милосерд Бог наш Хранит Господь простодушных Я изнемог, и Он помог мне Возвратись, душа моя, в покой твой Ибо Господь облагодетельствовал тебя Ты избавил душу мою от смерти Очи мои от слез и ноги мои от преткновения Буду ходить пред лицом Господнем на земле живых Это одно из самых ранних сочинений Брукнера Неизвестно даже, исполнял ли он его публично Наш монастырь, жаловался он другу Относится с полным равнодушием к музыке А значит и к музыкантам Я никогда не бываю здесь радостным И должен скрывать ото всех свои планы Это был знаменитый, старинный Одиннадцатого века монастырь Святого Флориана Принадлежавший августинцам Здесь Антон пел еще мальчиком Потом служил учителем и органистом Тут он встретил первое непонимание Когда спасителю было лет около тридцати Он вышел на проповедь Брукнер старался во всем следовать за Христом И первый раз решил показать свое произведение обители За десять дней до своего тридцатилетия Видел я Господа, сидящего на престоле Высоком и превознесенном И края рис его наполняли весь храм Вокруг него стояли серафимы У каждого из них по шести крыль Двумя закрывал каждое лицо свое И двумя закрывал ноги свои И двумя летал И взывали они друг ко другу и говорили Свят, свят, свят Господь Саваоф Вся земля полна славы Его И поколебались верхи врат от гласа восклицающих И дом наполнился курениями И сказал я Горе мне, погиб я Ибо я человек с нечистыми устами И живу среди народа также с нечистыми устами И глаза мои видели царя, Господа Саваофа Тогда прилетел ко мне один из серафимов И в руке у него горящий уголь Который он взял клещами с жертвенника И коснулся уст моих И сказал Вот, это коснулось уст твоих И беззаконие твое удалено от тебя И грех твой очищен И услышал я голос Господа, говорящего Кого мне послать и кто пойдет для нас И я сказал Вот я Пошли меня Книга пророка Исаии Ведение пророка Исаии Легло в основу одного из древнейших гимнов церкви Который входит в евхаристический канон С первого века от Рождества Христова В римской литургии он называется Санктус С этим прекрасным порывом Пошли меня Брукнер написал тогда Санктус и всю Мессу Написал ее для хора И оркестра, состоящего из всех тех инструментов Которые перечисляет царь Давид В последнем своем псалме Для псалтыри и гуслей Для темпана, кимвала И, конечно, для органа Он надеялся, что просвещенные братья Оценят не одну только музыку Но и богословскую красоту Его торжественной мессы Ее на самом деле приняли благосклонно Исполнили в день Поставления нового аббата Но композитора даже не позвали После премьеры На праздничный обед Он не выдержал И сбежал из монастыря учиться в Вену Точно так же, как потом Сбежит в горы из нее В Альпах Брукнер немного пришел в себя Он, наконец, увидел вблизи Манблан О чем давно мечтал Снова услышал рукоплескание На своих органных концертах И даже влюбился в хорошенькую крестьянку Ему было уже недалеко до 60 А девушке 17 Но дело стало слаживаться Он познакомился с ее родителями Свадьба расстроилась только из-за того Что невеста отказалась стать католичкой Бедный Брукнер был вечным женихом Он очень неуклюже ухаживал Дарил возлюбленным вместо цветов Библию То работал, то учил, то учился То его увольняли откуда-нибудь Настоящая большая любовь пришла к нему лет в 40 И вот тот отказ он едва пережил У него началась страшная депрессия С симптомами умственного расстройства Появилась мания считать все, что попадалось на глаза Листья на деревьях, звезды на небе, бисер на вечерних платьях Объем воды в Дунае Мне досаждает весь свет, пишет он в то время Я совершенно покинут, от всего мира уединен Прошу искренне спасите меня, иначе я пропал Опустошение и одиночество Были минуты, когда он хотел бросить орган и стать писарем Уехать, куда глаза глядят В Россию, в Мексику, если нас не хотят видеть на родине Честь спасения разбитого сердца Брукнера Принадлежит не только его докторам и его друзьям Но и его будущему злейшему врагу Который написал тогда о его первой мессе Если сообщение о том, что Брукнер учился в Венской консерватории правильно То мы можем лишь поздравить это учебное заведение Хвалите отроки Господа Хвалите имя Господне Да будет имя Господне благословенно отныне и до века От восхода солнца до запада прославляемо имя Господне Высок над всеми народами Господь Над небесами слава Его Кто, как Господь Бог наш, на высоте живущий И на смиренных презирающий на небе и на земле Воздвигающий от земли нищего И от гноища возвышающий убогого Чтобы посадить его с князьями С князьями народа Его Вселяющий неплодную в дом Матерью о чадах веселящегося Аллилуйя Этот псалом 112-й Брукнер написал в надежде на признание На то, что отучившись много лет Получив право быть свободным композитором Он, сын сельского учителя музыки Сможет наконец встать в один ряд С венскими музыкальными князьями Как бы не так Тот самый господин Ганцлик Который так снисходительно отнесся К первым шагам сорокалетнего Брукнера на сцене Крестный отец столичной критики Беззастенчиво заявлявший Если я захочу кого-то уничтожить Он будет уничтожен Возглавил травлю Третьей симфонии Антона Которую с любезного позволения Самого мастера Он посвятил Вагнеру Гонения не ослабевали Все эти долгие годы И вот сейчас в горах Баварии На старинной средневековой мистерии Страсти Христовы Которая заканчивается по традиции Благодарственным пением Тебя, Бога, хвалим У него родилась идея написать свой ТДУ В благодарность Богу, как говорил Брукнер За то, что моим преследователям Так и не удалось меня погубить Полны небеса и земля Величество славы Твоей Тебя восхваляет собор апостолов Тебя восхваляет пророков Множество Тебя восхваляет пресветлое мучеников Воинства Тебя по всей вселенной Святая Церковь исповедует Отца безмерного величия Воистину достойного поклонения Единого и истинного Твоего Сына И Святого Духа Утешителя Песня Амвроси Святителя Медиаландского Этот гимн был написан в 386 году После того, как на Пасху Императрица Юстина решила отдать Миланский собор еретикам А православного епископа Амвроси Выгнать прочь Народ не пустил военных Город был в смятении и беспокойстве Пишет блаженный Августин Высповедь Благочестивая толпа Бодрствовала в церкви Готовая умереть вместе со своим архипастой Тогда, чтобы народ совсем не извелся В тоске и печали Постановлено было петь гимны Псалмы по обычаю Восточной Церкви Звуки эти вливались в уши мои Истина отцеживалась в сердце моем Я был охвачен благоговением Слезы бежали И мне хорошо было с ними Гимн святого Амвросия Помог Августину стать христианином И Брукнер прекрасно знал Чувствовал, как это могло случиться Ведь музыка способна передавать то Что не подвластно словам При всех своих разногласиях С братьями-августинцами Самого блаженного он очень любил Ты, победивший жало смерти Открыл верующим Царство Небесное Ты, одесную Бога Воседаешь во славе Отчий Тедеум Он вернулся в Вену Окрыленный замыслами Новой симфонии и Тедеума Один из его знакомых дирижеров Даже согласился исполнить Кое-что из его прошлых произведений Антон, расчувствовавшись На репетиции подошел И сунул ему в руку Тайлер Спасибо, выпейте за мое здоровье Кружку пива Критика была прежней И друзья посоветовали Брукнеру Изменить манеру Писать лаконичнее, душевнее, как Брамс Но Брукнер ответил С простодушным упрямством Я мог бы, но не хочу Господь наградил меня талантом Так как же я предстану перед ним Если буду следовать советам других Те, кто хочет покоя и благозвучия Пусть слушают Брамса Я же пишу для тех, кто желает Подняться над землей Брамс, в свою очередь Называл его творение Подделками под Вагнера В разгар работы На Седьмой симфонии Брукнер ездил в Байроид На премьеру Парсифоля И в восхищение Рухнул там перед Вагнером На колени Через полгода Он узнал, что эта опера Была у Вагнера последней Я пришел домой в глубокой печали Я думал, что невозможно Жить без учителя И тут мне пришло на ум Адажио И я написал в его честь Траурную музыку Гениальная тема Седьмой симфонии Звучит и в Тедеуме Которую он окончил В феврале 1884 Годовщине Вагнера А еще год спустя Издал и получил 50 гульденов Единственные деньги Заработанные им в качестве композитора Ты царь славы Христе Ты отца, пресносущный сын Ты к избавлению приема человека Не возгнушался девического чрева Верим, что придешь судить нас Потому тебя и просим Помоги рабам твоим Их же ты искупил Честную кровью Тедеум Ключом к пониманию И исполнению торжественного гимна Тебя Бога хвалим И Седьмой симфонии Брукнер называл 150-й Псалом Которому он тоже написал музыку Специально, чтобы передать Настроение величания Бога Есть три типа молитвы Как учил блаженный Августин Когда мы что-то просим у Бога Когда мы Его благодарим И высшее Когда мы Его бескорыстно хвалим Но не одними словами Жизнью, поступками Надо возлюбить Господа Бога Своего всем сердцем Всей душой Всем разумением И ближнего, как самого себя Псалтырь – это путь к вечности Первое слово книги – блажен Блажен муж, который не ходит На совет нечестивых Последнее – Господь Всякое дыхание Дохвалит Господа Взглянул я И вот Агнец стоит на горе Сионе И с ним сто сорок четыре тысячи У которых имя Отца Его написано на челах И услышал я голос с неба Как шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал голос как бы гуслистов Играющих на гуслах своих Они поют как бы новую песнь И никто не мог научиться Сей песне, кроме сих Ста сорока четырех тысяч Искупленных от земли Это те, которые не осквернились С женами, ибо они девственники Это те, которые следуют за Агнецем Куда бы он ни пошел И в устах их нет лукавства Они непорочны пред престолом Божиим Апокалипсис Апокалипсис В церкви Ветхого Завета Умноженные проповедью двенадцати апостолов Приносят тысячекратный плод В единый хор и оркестр С единым сердцем сольются люди и ангелы Ангелы вострубят Праведники забьют в темпаны Как положено при встрече царя-победителя Мученики ударят по струнам Трудно научиться песне их Но Иоанн, когда ему уже все было открыто, воскликнул Ей, гряди, Господи Иисус Так было задумано Бог стал человеком, чтобы человек стал ему другом Брукнер долго правил свой Тедеум И, найдя наконец, что искал, подписал его Любимому Богу Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Исправь их И вознеси их вовеки Во все дни благословим Тебя И восхвалим имя Твое Вовеки и век века Сподоби, Господи В день сей без греха сохранится нам Помилуй нас, Господи Помилуй нас Да будет милость Твоя, Господи, на нас Ибо мы уповаем на Тебя На Тебя, Господи, уповая Да не постыдимся вовеки Аминь Песня Амвросия Святителя Медиаландского Первым седьмую исполнил ученик Брукнера Легендарный Никиш В Лейпциге, в Геванхаузе На Рождество 1884-го Потом был Мюнхен Главный, как говорил Брукнер Успех его жизни Потом во Франкфурте Критики назвали его гением А симфонию достойной Бетховена И, наконец, Вена Ганслик ядовито бурчал Так что, когда император Вручал своему придворному органисту Орден Франции Иосифа И спросил, чего бы вам хотелось Брукнер ответил Ваше Величество, сделайте так Чтобы Ганслик перестал меня ругать Но большинство вчерашних противников Примирилось со вторым Бетховеном Как-то общие знакомые Устроили ужин, куда пригласили Брамса и Брукнера Долгое время За столом царило тягостное молчание Пока Брамс, наконец, не подозвал официанта Копченую ветчину и клетки Пожалуйста, сказал он громко Вслед за этим рождался веселый голос Брукнера Мне тоже копченую ветчину и клетки Хоть в этом наши вкусы сходятся Через десять лет Брамс станет организатором концерта На котором Тедеум будет исполнен В присутствии автора в последний раз Тедеум станет не менее знаменит, чем Седьмая симфония Малер на своей копии партитуры Зачеркнет для хора, оркестра и органа И напишет для ангелов Сердец, благословленных небесами И душ, очищенных в огне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok